ты повернул в нормальную роль так перестроился с поворотниками даже вы закончите закон о полиции почитайте статью 5 пункт 4 что еще надо сказать вы нюхаете что ли нас я не нюхаю я смотрю сми не слышали что мы можем погромче попросить а вы из какого отдельный батальон северо-западный здрасте так что вы хотели мне документы зачем нарушение правил дорожного движения вы сюда поворачивали без дополнительно включенной стрелочки светофона это конечно не правда да там есть стрелочек нет она была включена не там горел зеленый светофор сын только в прямом направлении вы поворачивание и сейчас посмотрю или чего нужны мои документы составить материал стоит материал отлично тогда можно заказать доказательствами можно заказать мою манер то есть визуальный контроль еще никто не отменял можно с ним ознакомиться я вам говорю вы нарушили правил дорожное движение 6 13 у права понятно что он как это визуальности фиксировать правильно визуальности зафиксировал я и мой нападный фиксацию восемь то он скажет что нет я только что вас просил я вон до недостаточно моего визуального контроля что так смотрите вам нужно документ чтобы составить материал правильно что он уже водительская документка машина как то это а может будут свернивать конечно что ходатайство надо написать будет 29 во-первых а во-вторых все стесняется малышев Александр Леонидович старший инспектор дпс 27 апреля 2017 год 27 апреля 21 года отлично почему сразу фаза 3 не исполнять сразу почему фаза 3 то полиции не исполнять ну цель и причину обращение назвали кто собственно регистратор есть ну вот и первый поздравляю вас первый из тренинговых трех инспекторов которые сумели отличить под машину в документах от машины по факту опять перепутал работали все как раз клади их отдельно лайк мы поставим я как-нибудь еще постараюсь можете ко мне вошел пройти можно все все спасибо спасибо Внимание Тррррррр Тррррррт HS2 Выходи не чу видно Ммм Непонятно, что сел в чем Восстановление? Постановление? Уже составлено, да? Замечательно, я заговорил. Штраф 1000 рублей в течение 20 дней. 12-12, часть 1, да? В течение 20 дней имеете право платить половину суммы штрафа, если не согласны, 10 суток. Хорошо, у меня к вам также имеется ряд ходатайств. Где у нас ручка? Нет, у вас есть ручка, видимо, для меня. Я подозреваю это. Так, что у нас тут есть? Это у нас постановление. Так, как вас зовут еще раз? У меня фамилия Малышев, старший инспектор. Так, Малышев, старший инспектор, отлично. А кто такой Денисенков Андрей Николаевич? Это тот, кто составлял материал в отношении у вас. А вы тогда... А вы тогда каким образом мне... С материалом сейчас знакомиться, подскажите. Ну вы кто по данному делу сейчас? Я? Да. Свидетель. Свидетель? Вот это поворот! Вы мне задали вопрос, кто я по данному материалу делаю. Хорошо. Почему вот Володя не знакомит меня с материалами делаю? Почему? Вам его позвать. Потому что он не инспектор ДПС. Правильно? А вы не лицо в производстве, в котором находится дело. Так? Почему вы не лицо? Ну оно в вашем производстве и находится. В моем. Я тоже как свидетель здесь подхожу по данному делу. Я понял, все хорошо. Грамотность у вас. На уровне лучших инспекторов в Санкт-Петербурге. Так. Вам позвать инспектор, который со стороны вытянул. Ну что вы? Зачем? Зачем? Он в принципе тут не нужен. Мы в принципе не уверены, что он тут есть. Поэтому все будет еще проще. Судья вам просто скажет, что его тут не буду. Я так думаю. Так. Признать виновным. Назначить наказание. Как всегда срочный вызов. Ты не согласен вроде бы? Да, я не согласен вроде бы. Мы мне и протокол составили, да? Правильно? А, протокол? А, есть протокол? Нет, тут признавание. Я против тебя и говорил. У нас в Северо-Западе именно так принято. А, то есть вы выслушали меня, да? Как лицо привлекаемое к административной ответственности. Правильно? И почему-то на основании показаний некто Андрей Николаевич Денисенков вынес постановление. То есть почему-то он оценил ваши доводы выше моих. Правильно? И мои. Получается. И свидетеля не опросил. Он не является свидетелем. Он вас лично останавливал на данном транспортном средстве. Подошел я к вам. Я понял. Представился. Объяснил суть нарушения. Он составил материал в отношении вас. За данное право нарушения. Хорошо, отлично. Если вы с чем-то не согласны, имеете право 10 суток обжалкивать. Здесь есть графа такая. Событие и данное правонарушение оспариваю. Пишите не согласен. А где вот оно есть? Вот. Первая галочка и вторая галочка. Вторая галочка. Это тут у нас. А! Это права. Предусмотрен статьей 51 Конституции. 25.1. Порядок сроки обжалованы. Постановление по делу. Усмотрим настоящую статью. Положение предусматривающей обязанности уплаты штрафа в срок. Так. Положение статьи. Половину штрафа даже можно в течение 20 дней оплатить. Я вам уже объяснил. Какая скидочка. Отлично. Постановление по делу. Положение часть 1. Постановление за неуплату штрафа. Основной срок мне разъяснено. Разъяснено. В течение 60 дней вы должны оплатить административный штраф. А! Слушайте. А 51 Конституция это что получается я не обязан связывать про себя своих близких? Совершенно верно. Вы знаете. А я же получается уже дал вам объяснение. Где вы мне дали объяснение? Ну вот. Вы же меня спрашивали что-то правильно по данному делу. Получали мы объяснение? Получал. Слушайте. А что же вы мне до этого не сказали про 51 статьи Конституции? Потому что грамотный. Вы вот грамотный. Я если честно не грамотный. Я знаю что вы не грамотный. Ну. Спасибо. Сами вот говорите. Да. Получается вы мне вот это все не разъясняли. Правильно? Что вы мне разъясняли? Давайте сейчас разъясняли. До постановления. Да нет. Зачем постановление? Вынеси ну-ка. Я думаю по честному то будет записать не разъяснено. Правильно? Подпишите. Не разъясняли. Сейчас первая статья мне не разъясняли. Которая вы знаете лучше меня. Откуда вы это знаете? Примейте право не свидетельствовать себя и своих близких. Так может уволитесь и я в полицию пойду работать. Ну подходите. У вас как раз не хватает. А я сказал сначала уволитесь. Когда уволитесь тогда зовите. Так. Нет. Пока не заслужено. На самом деле пока я не вижу. Тут получается не разъяснено. А вот не оспарим. Пока правонарушение. Да. Не разъяснено. Не оспариваю. Не оспариваю. А потом скажешь ну вы же расписались в этой графике где написано не оспариваю. Копию данного постановления получил. Вот я не получил. А это копия да? Случайно видно. Я понял. Получил. Так. Ну я думаю сначала я вам ходатайство заявлю. Правильно? Заявляйте. Так. Заявляйте сам. Ну опять ты не согласен. Так. Может я встану. Я свидетель или вы меня любите? У нас ходатайство кому пишется? Решайте. Получается допуски защитника. Вы за копию там будете расписывать? Да да да. Я вам сейчас ходатайство отдам и пишу. Пишите. Запишу как раз. Мне хочется снаружи фоточку запилить и отослать. Как тебе дало Сталик. Никогда такого не было и вот опять. Двадцать второе. Одиннадцатая. Восемнадцатое. Когда у меня в последний раз остановилась мигалка. Это принесло мне максимальный доход на YouTube. Нет у меня был Любов. Он обиделся что я его не пропустил. И составил на меня тоже двенадцать двенадцать части Двадцать один в 2017 году. Так. Впрочем вы их знаете да? Впрочем вы их знаете да? Впрочем вы их знаете да? А. Ручка ваша. Ручка да ваша. Так. Вот собственно ходатайство. Давайте ознакомь. Дело в том что они отрисованы Денисенкову Андрею Николаевичу. А. Конечно да. Это шкататайство продается лицу в приросте в котором находится дело правильно. Да. Вмесенкове Андрея Николаевичу Богу. Конечно. Не уважаете вы инспекторов. Просто посылаете их одного, второго. Прям как на выбор да? Вот сейчас женщина вот когда покупают некоторые. Ну бывает это тоже на выбор даже пожалуйста. А интересно как один подошел взял документы. Да забавно вообще кстати. Да. Хотя он свидетель. Ну я не спорю как бы. Может быть да. Но как бы какой свидетель в погонах. Объективность рассмотрения отсутствует. То есть явный свидетель сидит камеру держит. Что ходатайство о прекращении я думаю даже заявить. Потому что не разъяснены права да. А в связи с процессуальными многочисленными нарушениями. Да. Здравствуйте. Андрей Николаевич. Да. Мы с вами заочно знакомы. Так как вы составляли в отношении меня постановление. А вот. Не отказывается. Буквально минут пять назад. А да. Помните да. Был такой. Так Андрей Николаевич давайте с вами познакомимся поближе. Хотел посмотреть ваше удостоверение что вы действительно. Андрей Николаевич. Так. Лейтенант полиции. Андрей Николаевич. Инспектор ДПС. Все угоден. Так. Смотрите. Во-первых. У меня к вам имеется редко датайст. Ну вот. Давайте знакомь с ним. Пожалуйста. И вот это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что такое что такое. Без жилетки. Да. Это потом? Знакомим что ли? Да. Потом или сейчас начать? Что? Ну без жилетки пришел. Сейчас начнем конечно. Ну давай расскажи. Вот, собственно, сейчас полицейский продемонстрировал нам, что такое нарушение у нас регламента административного. Пришел, получается, по проезжей части, исполнял функцию по обеспечению безопасности дорожного движения без жилетки. В темное время суток. Что самое главное, как подсказывает у нас Володенька. И как он представился? Вспомни. Он там Денисенко. И что-то он не назвал свое звание. Ну, да. То есть представился не в полном объеме, а значит, ну, не представился. Нарухал закон. Фезе номер три. А зачем он пошел сейчас? Рассматрив ходатайство, видимо. А, не сказал, что? Ознакомливаться. А, ознакомливаться. Ознакомливаться. Причем, по-моему, он должен, наверное, смотреть незамедлительно. Вообще, да. Так, у нас тут где-то были чистые листочки бумаги. Я правильно понимаю, что дело рассмотрели вообще в отсутствии тебя? Ну, он меня в первый раз видит. Ну, вот. То есть он вообще сказал, я раньше вас не составлял. О месте и времени не... Я так чувствую, что он действительно не составлял, его просто указали как лица со составляющей, да? О месте и времени не в курсе, оказывается. То есть о месте и времени он не предупредил. Кстати, они что, отдали цель, можно с ними... Теоретически, да. С ними что-нибудь сделать. Но мы честные граждане, да. Хотя какой-то правосудивый. Какой-то правосудивый. Так, у меня здесь ручка есть. Самый гуманный суд в мире. А где все наработает же? Денисенко. Ты что-то мне знакомы немножко эта фамилия. Так, а познакомились с материалом дела, да? Правильно? Со всеми материалами дела. Да. Если не будет видеоматериала, значит, легко не будет последующих. Правильно? Потому что уже постановление вынесено. То есть уже все материалы рассмотрены. Все доказательства тоже учтены и находятся в деле. Правильно? Я хоть и новичок в этом деле, но быстро учусь. А сколько будет ходатайство? Сколько? Сколько у вас бумаги? Ну, я думаю, листов 15. Ходатайство прекращения будет в последней очереди? Конечно. Надо же рассмотреть. Хотя уже рассмотрим, в принципе. Ну, кстати, да. Хотя на любом этапе производства по делу в соответствии со статьей 24.5. Да, 24.5. А ты знаешь, что это и право, оказывается? Да. Выборочное. Ну, так, кое-что читал. У меня были хорошие учителя, на самом деле. Вот, например, Сенчев Юрий Евгеньевич, Лунков Лысла Владимирович и многие другие. Вот Баланик Арсентьев, да. Он показывал мне, собственно, как выниматься из машины. Фигурет. Ни разу не пробовал, но помогло. Это очень стимулирует национал. Вообще, я расскажу, что это остановили сотрудники отдельного батальона ДПС Северо-Западного округа. Моего родного, где знаменитый Гуркин, например, до сих пор служит и является, наверное, для них таким же грамотным и почетным, как назвать, сотрудником, как и Климанов Солочногорский. Потому как не уволен, не разжалован Гуркин. Ну, я, на самом деле, благодарен Гуркину. Благодаря Гуркину у меня появился некоторый доход в Ютьюбе от его искрометных просто изречений в мой адрес, а также в адрес моих коллег, которых он назвал «бандой провокаторов», которые специально ищут полицейских, подрезают их и потом на просмотрах зарабатывают. Вот реально он это воплотил в жизнь. Татайский ваша принял? Да. У вас есть копии или что? Или вы оригинал оставляете? Да, в определении напишите там. Что сделаете? В определении. По какому определению? Не надо, не надо. А, я понял. Хорошо. Не, ничего не надо. А номер какой? Вы приняли, да? Да, мы поставляли. Да, у меня вот еще одно татайский. Номерочек-то какого-то? Так, у вас носит 48-37, да? Так, вот прошу ознакомить меня со всеми материалами дела, получается, административного правонарушения в отношении меня. Так, материал у вас состав лежит административный. Ну вот да, хотелось бы ознакомить. Ну, хотелось бы уяснить, вы там, что, расписали? Да, я расписался, конечно. Для составления... Да-да-да, так, это, получается, копия, да? Копия постановления, правильно? Да, это копия. Это оригинал. Это оригинал. В оригинале сейчас, конечно, я расписываюсь. Вы за копию постановления. Да, сейчас... Сейчас оставим административный. А последний характер, смайк. Уйду вас изнательный. Моя. Уженая. Так, расписываюсь. Тут вы исполняете себе? Да. По себе великодушно. Закупил. Да. Принес согласие с постановлением. А я просто думал, этого не будет. Составляется прав таком. Нет, должен составляться. Я вот подумал, что не будет. Ну, видимо, они посоветовались. Я так подозреваю, что они с кем посоветовались. Да, ну, видимо, не совсем. Ну, определение, да. Дело в том, что в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об ассортимом правонарушении, лицо, в предварстве которого находится дело об ассортимом правонарушении, должно вынести определение на каждое ходатайство, которое ему подано. И мотивировано. Мотивировано. Отказ, если. Тут вы видите, какие определения. Грамотные сотрудники, да. Да, да. Так. Павел Владимирович, словитель. Статья 25, да, это лицо отношений к производству. Правонарушения. Вы ознакомливаетесь? Здесь полностью прописнет то, что... 25.1, да, вы правильно ознакомиться. Материал у меня администрационного правонарушения по статье 51. Можете не обязаны съесть, и пусть и себя свои подписчики. Дальше. Дальше. Если будете давать объяснение, можете давать объяснение, можете не давать объяснение. То есть протокол уже составлено? Да, это протокол, конечно, составлено протокол. Здесь за 25.1 ставлено. У вас хорошо знакомиться с материалом. Вы правильно разъяснили, да, 51, 25.1, да, после составления протокола, правильно? Да. Что значит после составления протокола? Ну вы протокол составили уже? Ван инспектора Малышева, Саша инспектора, объяснял. А, Малышев объяснял, да? А Малышев по данному делу кто? Малышев это свидетель. А, свидетель? Конечно. Хорошо. Он же должна сольница. Да, сейчас, так, как подотачивающего имеется, не помню. А тут подпись свидетеля, получается, да, правильно? Угу. Подпись свидетель даже имеется. Угу. О, как. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Не коверкать мою фамилию, Денисиан Ковва, запомните. А, Денисиан Ковва, да, я так писал. Не надо меня коверкать, Денисиан Ковва, шоу, да? Нет, Денисиан Ковва, у меня откуда-то... Нет, нет, товарищ Хостин, я в кино говорю, и коверка мою фамилию. Да, да, да. Я разговариваю сейчас с водителем, если вам надо, я вам представлюсь. Вы вообще кто? Если вам надо, конечно. Вы ко мне не обращайтесь. Вы ко мне не обращайтесь. Я не знаю, кому это надо. Вы с ним не спорьте. Можете у Гуркина спросить, не надо с ним спорить. Хорошо, давайте, сделайте, как хотите. Так, тогда, я думаю, здесь следует написать разнесено после составления протокола, правильно? Вы можете... Не, ну это по-честному будет? Ну это ваше, это ваше мнение, можете, можете все, что хотите написать. Это протокол, только матом напечатайте. Не, матом не надо, я не ругаюсь. Я вам представлю, что я еще раз говорю. Когда я ходил в машине, вы сидели в машине, прекрасно слышали мою фамилию. Не надо пузить уже. Не надо, еще раз говорю, не надо, говорят, что это моя фамилия. Я Денисенков, еще раз говорю. Он уже представился, Денисенков, лейтенант полиции. Дальше что еще вам представить? Да, что вам еще нужно представить? Я вам сказал, лейтенант полиции, еще раз, совсем не запоминаете. Я не, конечно, что вмешиваюсь, но... Не надо со мной дискуссировать, все. Лейтенант полиции, дело в том, что... Вы правильно заметили, лейтенант полиции, это ваше специальное звание, а не должность. Так, входит в связи, в отношении которого возьмут дело административного правонарушения. Так, а, объяснение водителей, все, сейчас, смотри, объяснение не получается. Я с двумя одновременно разговаривать не собираюсь. А, я не, 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 я просто знакомлюсь. Вы не можете не отвлекаться. 23 ноября, 11 часов, 00 минут, да, для рассмотрения? Да, да, кабинет 1-2. Вот, вот, отлично, отлично. А тут полкни... Ну, ПДД не нарушал, права не были рассмотрены, требуется увеличить помощь защитника, прилагаю ходатайство, но допросить свидетеля. Также тут, ну, по честному, сало разъяснено по составлению протокола. А, предыдущий КДД должен открыть ходатайство? Да, 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 а ходатайство показано. Самое интересное то, что... Ну, там, может быть, не помол. Зачем направить себе материал по свидетельству, так, да, дело. Место и время рассмотрения дела обсудим правонарушение, 23 ноября, 11 часов. Ага. Ну, если честно, я не понимаю во времени и пространстве, я не что-то путаюсь, но обязательно разберемся, как может быть рассмотрено рассмотренное дело. Ну, вот. Так, копию протокола получил. Ну, действительно получил. Так, также... Если вы хотите получить сообщение с самого сомневого года, вы можете написать свой номер телефона, подписать, если хотите... Спасибо, не желаю, не желаю воспользоваться данной услугой. Так, теперь я, как написал, прилагающее ходатайство. Сейчас я его допишу. Это не займет много времени. Вы только напишите, что ваше ходатайство уже после того, как я вынес протокол и внес ваши все ходатайства сюда. Да, 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 я уже, как, вот, ну, написал, прилагающее ходатайство. Вы напишите, что ходатайство после составления протокола у вас появилось... Так, а тут время составления, да? Я могу просто ходатайство время указать. Вы можете, вы можете, все, что угодно. Можете любое, у вас удобно. Как свежее, я прямо поражаю. Это вам не мещанский отдел. Ходатайство протокол. Так, это у нас... Да, протокол. Все, верно. Так, как там все-то сбоку вышло. А, еще и резин есть, да? Да, нет, еще раз, и вещи. Сексуальные дела, нет. Как-то минус проделал-то. Да, ну, как-то идет. Рассматриваем, когда снять. Я могу прочитать. Кто заинтересованный, кто заинтересованный? А, не получится, да? А, не получится, наверное, не далось. А кто это свидетель? А кто это свидетель? Кого ты свидетель? Так что, документы... Откуда он... Откуда он... Откуда он... Возьмите листочек, напишите в ваше обращение, я прямую. Ага. А, может, вы можете написать? Я устно еще хочу. Я уже и так ходатайство писал много. Заявление у меня к вам. Он же без головного воробу. Дичь какая-то. А мне кажется, поняли, что что-то не то, но поздно и как-то вот решили не сдаваться. Ну и... А отказали в вызове меня, да, получается? Итак, сейчас в отношении меня составлен административный материал, даже вынесено постановление, составлен протокол уже после вынесения постановления. Принято все ходатайства, ни одно из ходатайств не рассмотрено. И почему-то в протоколе стоит на завтрашнее число рассмотрения дела, которое уже рассмотрено. У меня некоторый когнитивный диссонанс, куча нарушений у инспекторов, там, без жилетки, со знаком шипы, там, проблемы у них, да, нежелание отвечать за свои поступки полностью, полная неграмотность, невладение правом, это все, как всегда, будут написаны жалобы, постановление данное будет обжаловано. И я надеюсь, что будет отменено. Без формии. Да, я надеюсь, что будет оно отменено, потому что, ну, оно абсолютно незаконное, необоснованное, вынесено с нарушениями профессиональными. И... И вот. И с вами был, собственно, Владимир Авсентьев, канал Фотохантер. И Павел Завронов, канал Алла Рус Ньюз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и, главное, пишите несколько комментариев о том, что вы думаете по поводу данных инспекторов, по поводу того, как они себя ведут, там, как они составляют материал, как мы себя ведем. Как мы себя ведем, да. Ну, мы можем плохо себя вести, мы же, что-то, не служим в полиции, да. Есть право вести себя. Вот сегодня мы вежды вывели, но я чувствую зря, потому что они повели себя неуважительно ко мне, они просто съели... уехали. Да? Да. Вот. А также будет, я думаю, отдельное видео про... Ну, так сказать, не то, что видео, мы тут просто обсуждали минут, наверное, на 10 все их, так сказать, косяки, недочеты, нарушения там, да. И думаем, что это выпустим отдельным видео, может, даже сегодня, может быть. Вот. А также подписывайтесь на наш телеграм-канал Allrus News. Там бэкстейджи, новости, там закадровые всякие наши истории некоторые, которые могут даже не появиться на ютубе, а там они есть. И в некоторые экстренные моменты там тоже будет самая свежая и полная информация об активистах, происшествиях, полицейских, оборотнях в погонах и прочих. Иногда и нам нужна помощь, и, по крайней мере, на этом канале, телеграм, можно будет увидеть в том, что нам требуется помощь. То есть приезжайте, например, туда-туда-то нас там бьют, да? Да, мы стараемся для вас, но иногда нам нужна ваша поддержка. И кроме вас нам никто не может помочь. Никто, только вы. Только вы сможете нам помочь, а, соответственно, помочь и себе, и всему обществу, всему остальному. Просто в своем присутствии. Хотя бы, да. Боритесь за свои права. Палец вверх ставьте обязательно. Ну и делайте все, что мы до этого говорили. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нет, нет, не хорошо. Почему? Вот. Делайте все, что мы до этого говорили. Делайте все, что мы до этого говорили. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.